Музыка Здравствуйте! В эфире Таганрогская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». И эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токарян. Музыка 21 сентября православная церковь чтит память преподобного Амбросия Оптинского. О нем сегодня рассказывает православная страничка программы. Музыка Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы празднуем память великого святого преподобного Амбросия Оптинского. Вспоминаем сегодня подвиги также всех святых оптинских старцев. Преподобный Авросий Оптинский знаменит тем, что он возрождал духовные традиции, традиции старчества, духовного окормления народа. Будучи подвижниками, монахами, преподобные отцы, оптинские старцы, имели огромный духовный опыт борьбы со страстями и пороками. И свое служение они видели в служении людям, в окормлении их, в напутстве их, в разрешении их проблем. Целыми днями толпы народа осаждали келии преподобных, преподобного Амбросия Оптинского. Он не в состоянии уже сидеть, лежал на своей мадрее болезни и принимал людей, выслушивал каждого, каждому давал совет. И обладая духовным даром прозорливости, он давал такие советы, что были нужны каждому человеку, именно ему, именно в то нужное время. В этот день будем обращаться к преподобному Амбросию Оптинскую с молитвой, чтобы нам Господь по его молитвам даровал эту духовную трезвость. И мы шли по трудному духовному пути, достигнув Царства Небесного. С наступлением осени увеличивается опасность заболевания гриппом. О симптомах и формах течения этого заболевания рассказывает Ваш домашний доктор, врач-педиатр детской городской поликлиники номер 2 Ирина Арушанян. Здравствуйте. Грипп – это остро-респираторная вирусная инфекция. Существует три типа, из которых наиболее опасным является грипп А. Он распространяется воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Поэтому наиболее высокая вероятность заражения в местах с большим скоплением людей, а также в домашних условиях от переносчика. С момента заражения до появления первых симптомов проходит не более двух суток. В отличие от других инфекций, для гриппа характерно внезапное поднятие температуры, выраженная головная боль, слабость, вялость, недомогание, боль в суставах и мышцах. У некоторых заболевание протекает легко и выздоровление наступает в течение недели. Но, возможно, тяжелые последствия у непривитых и у лиц из групп риска, к которым относятся дети, беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, учителя и воспитатели детских садов. У них, возможно, более тяжелое течение заболевания, а также развитие осложнений, таких как пневмония, атиты, синуситы, менингиты и даже заражение крови. Поэтому необходимо при поведении первых симптомов сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением. О том, как защитить себя от гриппа, вы узнаете в следующем выпуске программы «Обо всем понемногу». Берегите себя. До свидания. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Сегодня еще одним своим рецептом с вами поделится Сейран Багунс. Уважаемые догоносцы и гости нашего города, сегодня мы будем приготовлять салат из фасоли, зеленый. Для этого у нас имеется фасоль, жепчатый лук, лимон, сырые яйца. Для оформления салат – болгарский перец, помидоры и вареные яйца. Масло оливковое, соль, перец и зелень. Ставим на плиту сковородку, чтобы она разогревалась. Наливаем оливковое масло. 25 миллилитров. Затем нарезаем репчатый лук. Мелькими кубиками. Кладем лук, разогретую, с маслом сковородку. И жарим его до появления румяной корочки. Пока жарится у нас лук, сейчас мы подготовим тарелочку для нашего блюда. Укладываем салат. Затем нарезаем болгарский перец. Долгами. Затем нарезаем помидором. Кружочки. И вареные заранее яйца наши. Также кружочек мы режем. Лук у нас прожарился. Обрел румяную корочку. Сейчас будем добавлять фасоль. в сковородку. Хорошо перемешиваем. Сейчас добавим сюда соль. по вкусу. Перец черного молотого. и зелени. Две ложки чайной. И снова хорошо перемешиваем. Фасоль у нас протушился. Сейчас сюда добавим сырые яйца. Две ложки чайной. Фасоль у нас протушился. И хорошо перемешиваем. Фасоль у нас готов. Выкладываем на тарелочку. А теперь добавим овощи наши. И в первую очередь лимонный сок. Уважаем сюда без чайной ложку. Чайной ложку. Очередуем помидоры с перцем. Так. И добавляем еще немножко зелени сверху. Итак, салат из зеленой фасоли готов. Приятного аппетита. Фасоль – источник полноценного растительного белка, утверждает эксперт программы Евгений Подорожный. Здравствуйте. Фасоль известна в мире уже несколько тысячелетий. Но в нашей стране она широкое распространение не получила. И зря. Ведь это отличный источник полноценного растительного белка, который содержит все незаменимые аминокислоты и витамины. Фасоль обладает огромным набором положительных свойств. Например, мочегонным эффектом, который способен справиться с любой отечностью. Однако, с осторожностью нужно употреблять фасоль людям с проблемами желудка. Например, язвой либо гастритом. Дело в том, что фасоль содержит огромное количество грубой растительной клетчатки. По той же самой причине лучше не употреблять в пищу фасоль, которая не прошла тепловую обработку. В фасоли существует огромное количество видов. И различить ее можно даже по цвету. Она бывает черная, красная, фиолетовая, зеленая, желтая, белая. Здесь следует запомнить одно, что чем темнее фасоль, тем больше она содержит клетчатки. Соответственно, тем тверже она будет при варке. Темные сорта фасоли будут вариться в два раза больше, чем та же самая белая фасоль. Выбирать фасоль нужно тоже с осторожностью. Ведь неправильно выбранный продукт может не только испортить вкус любимого блюда, но и навредить здоровью. Первое, на что мы должны обратить внимание при выборе фасоли, это качество упаковки. Во-первых, она должна быть герметичной. Во-вторых, на фасоли должны отсутствовать следы влаги, либо конденсат в пакете. Если это так, то перед вами просто некачественный продукт, который запаковали непросушенным. Либо данный продукт хранили с нарушением условий хранения. Например, были резкие перепады температуры. Обязательно на найдительной пачке дате изготовления и срок годности. У фасоли он может быть очень большим, достигать года, иногда и двух лет, в зависимости от сорта фасоли. Но в нашем случае лучше выбрать максимально свежий продукт, ведь в нем содержится больше полезных и питательных веществ. Обязательно осмотрите зерна, они должны быть гладкими и ровными, без какого-либо белого налета. Если вы в пачке видите огромное количество ломаных зерен, либо посторонний мусор, то перед вами просто низкокачественные продукты. От такой покупки лучше отказаться. Перед покупкой фасоли следует учесть, что она, как и все остальные крупы, подвержена воздействию паразитов. Однако знайте, что темные сорта фасоли, например черная и красная, лишена этого изъяна. Выбирая фасоль, помните, что это очень интересный и необычный продукт, из которого можно приготовить огромное количество полезных блюд, которые придутся по вкусу всем вашим близким. До свидания. 85 лет назад в нашем городе была открыта поликлиника водников. Она разместилась в старинном особняке на пересечении улицы Греческой и переулка Некрасовского. О судьбе этого старинного здания вы узнаете из следующего материала программы. Мы находимся с вами, уважаемые телезрители, на пересечении улицы Греческой и переулка Некрасовского, бывшего дворцового. Здесь расположена известная в городе больница водников по адресу Греческая, 41-43. Это прекрасный образец фоновой застройки. Внимательный взгляд заметит прекрасную лепнину на зданиях так называемого растительного направления, растительного стиля. Прекрасно оформлены окна лепниной и с кованым ограждением балкон. Но не этими изысками знаменито вот это место. Это место знаменито тем, что здесь находилось домовладение Мартасов. Мартасы – это известная дворянская фамилия в России. Иван Петрович Мартас был ректором Петербургской академии художеств. Его авторству принадлежат памятники Ломоносову, Минину Пожарскому и Александру I в Таганроге. А вот здесь, в этом домовладении, которое выходило от зданий больницы Водников и напротив на улицу Петровскую, был прекрасный сад. И жил здесь его племянник Федор Мартас. Именно сюда, к нему в гости, часто заходил из находящегося напротив своего дворца император Александр I. Он заходил запросто в заднюю калитку здания и любовался с женой цветами, деревьями сада. Беседовал о тех или иных таганрогских новостях, пил чай с хозяином. И, в общем-то, вел себя совершенно непринужденно, как помещик средней руки. После революции домовладение стало принадлежать городу. Здесь в 1934 году была открыта поликлиника Водников для работников морского флота и рыбного транспорта. А в 1949 здесь уже была и больница. Сейчас это заведение переведено на улицу Гарибальде. Вот такое место находится у нас по адресу греческого 41-43. И, проходя мимо него, и смотря на прекрасную архитектуру этих зданий, можно вспомнить императора Александра и его супругу, которые гуляли по улицам нашего города и очень любили таганрог. Историческая страничка программы рассказала об этом домовладении в 2010 году, когда только что отремонтированном здании стационара работало отделение восстановительного лечения на 40 коек, рентген-кабинет, оснащенный новейшей установкой, физиотерапевтическое отделение, водный зал, массажный кабинет. В нем получали медицинскую помощь не только работники порта, но и сотни таганрожцев. Однако после ремонта здание было обследовано специалистами, и его несущие конструкции были признаны аварийными. В том же 2010 году стационар закрыли. И вот уже 9 лет старинное домовладение, построенное в последние трети XIX века, продолжает разрушаться, став пристанищем для бомжей. Напротив этого многострадального здания расположен дом градоначальника Попкова, построенный в 1806 году. Он и сегодня именуется дворцом Александра I, а памятные доски на фасаде нынешнего детского санатория «Березка» напоминают о тех знаменитых людях, которые его посещали. Благодаря статусу и тому, что в этом доме сегодня размещается детское лечебное учреждение, здание всегда ухожено. В числе статусных дворец Алфераки, памятник архитектуры федерального значения, в котором находятся музеи и филиал Таганрогского государственного литературного и историка архитектурного музея-заповедника. Дом Шаронова, он же музей градостроительства и быт Таганрога, который построен в начале XX века архитектором Шефферлем, и сегодня входит в число объектов культурного наследия Российской Федерации. Дом Хандрина, который в 1976 году был передан областному художественному музею. Санаторий Гордона, в нем и сегодня функционирует больница, обслуживающая жителей Таганрога и Ростовской области. Среди зданий, не вошедших в число элитных, дом Шедеви. Вот так сегодня выглядит особняк одного из прототипов произведения Антона Павловича Чехова «Ионыч». И это несмотря на то, что особняк является памятником архитектуры местного значения второй половины XIX века. В середине XIX века построен и дом Дрюсси по адресу Фрунзе, 22. Сегодня уже с трудом можно прочесть на памятной доске информацию о том, что гимназисты ставили здесь любительские спектакли, в которых исполнителем часто был Антоша Чехов. Не ухоженный, раскрашенный в разные цвета, он представляет сегодня жалкое зрелище. По соседству с ним находится дом Рафаиловича. Построенный в 60-х годах XIX столетия, он входит в число объектов культурного наследия Российской Федерации регионального значения. Однако сегодня один из самых красивейших особняков Старого Таганрога находится в очень плачевном состоянии. Совсем недавно наш город отметил свой 321-й день рождения. У памятника его основателю собрались руководители и жители Таганрога. Выступающие в очередной раз говорили о любви к своему городу, о том, что нужно делать все, чтобы он был красивым, цветущим, ухоженным и чистым. О том, как важно сохранять для потомков все то, что создано предшествующими поколениями, свято хранить традиции и историю своего любимого города. К сожалению, пройдя по улицам Таганрога, можно понять, что слова не всегда воплощаются в дела. Неужели руководители Таганрога и депутаты городской думы не ходят по нашим улицам и не видят того, что происходит с городом? В самом центре исторической части Таганрога, напротив императорского дворца, включенного в туристические маршруты, вот уже 9 лет стоит признанный аварийным разрушающийся дом, и этого никто не видит. На нем даже нет таблички, предупреждающей об опасности, а мимо него дети, которых мы учим любить свой Таганрог, ходят в школу, ежедневно подвергаясь опасности. Ведь сверху может упасть сгнившая рама, вывалится кирпич или обрушится старый балкон. Но ни представители администрации, ни контролирующие органы, кому предписано заниматься подобного рода вопросами, этого не замечают или делают вид, оправдывая старую русскую пословицу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А чтобы не доводить до крайности ситуацию с разрушением старинных зданий исторической части города, вновь избранным руководителем исполнительной и законодательной власти нужно самим увидеть, как рушится старый город. Взглянуть в пустые глазницы старинного дома на углу улицы Греческой и Некрасовского переулка, который и является той самой историей, которую мы обязаны хранить и передавать нашим детям и внукам. Ведь в нем жили несколько поколений таганрожцев, затем более 75 лет работали несколько поколений медицинских работников. В его стенах получали помощь тысячи пациентов. А ведь подобные истории хранят стены многих старинных зданий города, забытых и обреченных на исчезновение. За каждым из них стоят люди, жизни, судьбы, подвиги. Забыть об этом, значит придать память тех, кто строил этот город в петровские времена, восстанавливал после разрушения, возвращал его к жизни при Екатерине Великой, защищал от англофранцузского десанта в 1855 году, освобождал в 1943 от фашистов и восстанавливал наш город после 680-дневной оккупации. Неужели все они недостойны нашей памяти, а город воинской славы Таганрог не заслуживает того, чтобы в нем была сохранена история, которую мы еще пока не успели утратить. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая завесовка. Прощаясь, я желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok